Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эмпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной, находится под вниманием и контролируется органами государственной власти, органами местного самоправления на территории Республики. За последние сутки в Республике выявлено и зарегистрировано по данному управления Роспотребнадзора в Республике 242 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на город Якутск приходится меньше 100 случаев, 92 случаев. К сожалению, не удалось избежать группового заражения в Алданском районе в одном из социальных учреждений, где зарегистрировано сегодня 45 случаев. На настоящий момент Министерство труда совместно с Министерством здравоохранения проводит соответствующую как профилактическую работу, так и по работу по лечению постояльцев. Одного из социальных интернатов в поселке Илла-Махалданского района. Ну и, соответственно, продолжает работу по завершению установления возможных кругоконтактов. Необходимо обратить внимание на достаточно стабильно высокий уровень непосредственно выявленных, зараженных в Мирненском и Нерингринском районах по 13 случаев. В Иллюйске и Мигино-Кангаласские районы также являются районами, в которых выявлено до 10 случаев. Это 8 случаев. В остальных районах у нас выявлено, в 19 остальных районах республики выявлены случаи, соответственно, которые происходят от 1 до 7 случаев по районам. Необходимо обратить внимание, что на особом внимании сегодня будет отдельно состоится заседание. Нижний Колымский Улус район, в котором непосредственно есть определенный ряд мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы проблемы были сняты. В большей степени они носят организационный характер. За сутки лабораториями республики у нас проведено 2570 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, сегодня я бы хотела выразить слова благодарности семьям и работникам социальных учреждений, медицинских учреждений, которые у нас работают в закрытом режиме с новой коронавирусной инфекцией. Действительно, достаточно сложно, имея ранее совершенно иной порядок жизни, имея ранее другой график работы, сегодня непосредственно постоянно находиться на работе. Поэтому, конечно же, им за это огромная благодарность. Тем не менее, находясь на работе, очень четко должны понимать, что ни в коем случае не должны представлять собой угрозу для проживающих и для пациентов, которые находятся под опекой, что касается социальных учреждений и на лечении. Поэтому, безусловно, вам огромное спасибо и вашим родственникам за терпение, за труд. И я, конечно же, пожелаю всем огромного здоровья. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, приближается Новый год. И, безусловно, это праздник семейный. И хотелось бы, чтобы он у нас с вами прошел на позитивной ноте. И это во многом зависит от нас с вами, как с точки зрения соблюдения норм санитарно-эпидемиологических, так и с точки зрения заботы о собственном здоровье. Вчера в парламенте Республики Саха-Якутия в Комитете по семье и детству состоялось заслушивание правительства на правительственном часе по вопросу работы правительства по выплатам, которые у нас осуществляются нашим семьям с детьми. Парламент Республики сделал соответствующий вывод о том, что в целом работа проводится достаточно на хорошем уровне. Однако есть непосредственно вопросы, с которыми нам нужно работать. И это вопросы как текущего характера, по усилению помощи, возможно, более четкой, адресной для многодетных семей, вплоть до вопросов того, как же наши дети и родителям планировать проведение в том числе и новогодних праздников. Поэтому хотелось бы сказать, что любые выходы детей, любые новогодние мероприятия, главное соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Спасибо. Спасибо большое.